разница между просветленным и просветленным мастером поэтому если вы чувствуете синдром самозванца то так оно и есть я что-то больше постоянное ощущение того что я самозванец про синдром самозванца друзья наверно все слышали синдром самозванца какая-то модная тема психологическая и что люди испытывают этот синдром самозванца но связи с профессией там где-то с карьеры какой-то до социальным статусом что такое синдром самозванца так называемый это когда человек постоянно чувствует себя каким-то типа недоделанным неправильно поэтому идет на день курса повышения квалификации бесконечные вечные и пытается там вот это вот дополнить чего-то там пустоту еще один курс и у него постоянно неудовлетворенность самим собой то что он недостаточно хорош называется синдром самозванца и психологи ну как бы разработали там свои методики все это тоже продается все эти курсы типа как с этим комплексом синдромом этим вот бороться такой комплекс неполноценности да по сути а что тут добавить ребят на самом деле то есть чистая правда то что мы чувствуем себя не теми кем мы являемся это так и есть потому что мы убеждены в мысли что мы являемся как минимум человеками типа я человек этот мысль она настолько укоренилась что мы в нее поверили но где-то внутри назовем и так внутри да есть что-то на что эта мысль как бы наделась и как будет одежда надежда типа я человек а еще и мужчина а еще и по национальности русский еще я у меня высшее образование еще аспирантуру закончу а еще и тренер а еще и отец а еще и сын а еще и еще а еще вот это вот так вот и вот еще 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 это все только оболочки а вот то что изначальная сущность до назовем это то что есть то которая без названия то которая до слов дома если она же никуда не делась и поэтому есть постоянное ощущение того что я самозванец у личности которая тоже сформировалась и которая является самозванцем то есть по сути личность это есть самозванец провозгласивший себя типа вот это вот я и есть настоящий я человек но постоянно вот это вот да что-то там внутри такое чувство какое-то ты как будто как-то нет это неправда понимаете на самом деле я не человек на самом деле я не мужчина не женщина я не какая-то национальность и не чья-то принадлежность я не отец я не сын я не дочь я не мать я что-то большее как минимум я что-то большее и вот вот это ощущение вызывает в личности синдром самозванца потому что это не может никак не повергать его в некоторое такое смятение потому что тот чем сталкивается личность ты гораздо больше чем эта личность понимаете но эта личность пытается быть этим заменить это ну самозванец короче говоря одним словом поэтому если вы чувствуете синдром самозванца то так оно и есть но благая вещь в чем друзья поскольку ты обнаруживаешь то что ты больше чем все вот идет оболочки и все вот эти вот личности и все вот эти вот профессии специалисты в чем-то то ты можешь позволить себе быть самозванцем потому что всего лишь эта игра ты понимаешь что это игра и ты просто становишься хорошим актером и ты играешь эту роль любого если хочешь конечно можешь вообще не играть просто молчать и смеяться и улыбаться на все вопросы я рассмеюсь тихо можно так можешь быть мастер то есть ты можешь быть просветленным молчащим в себе в самом в мире в блаженстве в тишине но поскольку вот это все так движуха то есть так или иначе формы то они есть тебе нужно будет в это играть и взаимодействовать и ты можешь быть просветленным мастером если тебя к этому есть какие-то задатки к этому какие-то тенденции таланты типа да как называть таланты и все между просветленным и просветленным мастером просто все боятся в основном это вот просветление не бояться это потому что людям удобно быть не просветленными потому что там сказать но нет не просветлены чего я с меня взятки гладкие чё с меня взять это он просветлен они да они там ногу тебе позволить а я вот буду страдать и мучиться я буду жертвы я вроде бы так хочу но что-то блять и хочется и колется вот поэтому я вот не просветленный но это же синдром самозванца к ты называешь себя непросветленным ты самозванец вот кто называется непросветленным это та личность самозванка просто она такая вот решила я вот буду вот вот так вот говорить куда тебе не хватает тебе еще и ум болен тут конечно да начинает строить эти хитросплетения тебе не хватает вот этого тебе нужно еще партий туда вот здесь на засанге тут на дарит риты тут тебя хочу еще сделать ты достаточно хороший поставить это картинки какие-то образы недосягаемые для тебя хотя в принципе ты уже там и есть ты уже есть этот свет вот то вечное изначальное да сама суть сама жизнь вот про синдром самозванца к сегодняшнему заданию побудь просветленным хотя бы один день потому что разницы между мыслями в которой ты веришь особо нет вообще не так вот проверь это опытным путем поскольку у нас ну практическая здесь работа идет не чтение куда-то там литературы и изучение сатсангов и самовнушение какой-то а проверка 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 то есть есть вера и ты и делаешь профессиональный ты проверяешь свою веру укрепляешь ее в практике присутствие и в нахождении самого себя потому что ты самозванец а пока ты прилип вон там где-то в точке сборки заржавевший где-то находишься в позиции не удовлетворенности неполноценности тебе чего-то не хватает это просто страх страх пойти в неизвестное отпустить то что тебе нахер не нужно выбросить это металлом за ненадобностью заржавевший старый ненужный зачем ты за него держишься и постоянно испытываешь вот эти вот это же все вранье зачем ты этот свет заслоняешь закрываешь и держишься за то что иллюзорно то что не является тобой есть вопросы сэнсэй макс отвечает подпишись на телеграм-канал иди по ссылке в описании черт всем спасибо и напоминаю что можно поддержать творчество вашего любимого дорогого сэнсэюшки любым донатом который но по велению вашего сердца опять же никого не заставляя это чисто как бы от души что называется братишка да от сердца это можно сделать разными способами да можно на paypal какую-то сумму определенную можно это сделать на бусте например донат кстати в россии работает бусте и можно там денежку как-то там переводить на paypal на приходит тоже можно донатик разовый сделать можно подписаться ставить ей как-то разделы регулярных типа спонсор до спонсор сэнсэя звучит гордо и там тоже уровень выбрать и просто ну как бы как вот он нравится и все таким образом на бой кто ну вклад какой-то такое взаимодействие какая-то такая но оценка там вы будете дарителем ценителем почитателем благотворителем меценатом в конце концов вот тому что это же все как бы происходит ну вот и все и это нормально на ю тубе кстати да на ю тубе можно тоже стать спонсором там нажать кнопочку и не знаю кто фактической . работать не работает вот чатики вы пишете что там у вас просто как-то пустой экран типа сэнсэй макс транслирует за через эту ссылку пустоту вот но может быть там за другой стороны как-то зайти то есть можно не по ссылке а сначала зайти на канал а там эта кнопка должна быть там типа стать спонсором канала должно чтобы быть кнопкой должна вы на нее нажимаете и смотрите там 99 центов там и ну и выбрать себе уровень там подписки да соответственно уровне подписки вас там появляются разные типа там кита бонусы но ранний доступ там будет вот то что точно гарантирую ребят дорогие мои зрители слушатели туда даже ученики ранний доступ к видео если допустим видео сделал выложила туда по пока там еще рано по расписанию она допустим там выйдет через неделю через две там через месяц но вы его уже можете смотреть сейчас так не дожидаясь просписывания потому что расписание там определенное тоже есть ю тубе я проверял и так и эдак короче можно четко расписание вторник четверг фото и вот такие вот видео выходят в это время плюс я вот воскресенье еще выкладываю наш сатсанг прекрасная затея когда мы можем пообщаться такой воскресенье воскресный такой проб такая любви о боге осознание и соответственно вот в этом заключается работа на ю тубе нужно расписание но какие-то видео я выкладываю пораньше и чтобы они там друг на друга так вот не налазили да они идут по расписанию дальше по этим дням и тот кто является спонсором соответственно любого уровня там вам с первого уровня даже 99 центов есть там платишь то соответственно до ранний доступ получаешь плюс конечно же комментарии там у спонсоров они выделяются там каким-то значком определенные их сразу вижу да то есть я просматриваю комментарии стараюсь ему ответить на вопросы но бывает их слишком там много там они вот так вот все перемешаны а когда спонсором как бы выделяется отдельный там путь этой самой значком шрифтом там еще такое это вижу замечаю то есть да включаю сразу в первую очередь спонсором и дорогим любимым или благотворителем да вот собственно и все это в любом случае буду делать хоть максом степановым хоть sensei м максом то есть вот это вот творчество да то что называется то что свое она реализуется через этот форму то под происходит все не скажем так это нравится делать и зачем не почему не с какой-то целью не с кем-то смыслом вот но поскольку одно не мешает другому то если вы это цените слушаете любите уважая эти вам-то отдается отзывается вам кажется это полезно то но почему бы таким образом не взаимодействовать тоже да то есть какую-то вот такую тоже помощь поддержку дачу благодарность виде вот но если нет то нет любой комментарий тоже вот так же благодарен или сердечко и смайлил появятся вопросы пишите в чатике в общем отвечаю в ю тубе тоже комментарии пишите отвечаю консультацию кто еще не был одну консультацию можно назначить встречу бесплатно тоже это возможно где мы обсудим что беспокоит ну и так вот просто пообщаться потому что слово надо пообщаться надо пообщаться конечно потому что это нужно понять не не устраивки там домыслов примут реальном общении не вот так вот как здесь трансляции мы видим друг друга слышим друг друга поговорить и возможно появится у вас желание или даже твердое намерение пойти на наставничество на личное да где я вот так вместе с вами каждый день в отдельном чате приват чат идет поддержка отвечаю на все ваши вопросы в течение прямо тут же до в режиме искать прямом таком вот и раз в неделю это такая встреча консультация все окей договорились всем добра